Информполис В городе Бурятия директор Восточного института БГУ предлагает свою версию. Какую роль может сыграть Бурятия в геополитике? Бурятия через молодежь, которая учит бурятский, китайский, монгольский, корейский, японский и английский языки, может стать провайдером России на Востоке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Например, список свободных вакансий, которых сейчас в республике почти 11 тысяч, открыт для всех граждан вне зависимости от их гражданства. Равно так же и в очередь в детский сад беженцы будут вставать на общих основаниях, без всяких особых привилегий. Учитывая, что большинство из них предпочитают жить в селах, где нет очередей в сады, то и эта проблема отпадает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые со времен окончания Великой Отечественной в Бурятии стало возможным легально купить краснокнижного байкальского осетра, но искусственно выращенного в теплой воде гусено-озерской гресс. Из-за его высокой цены газета ставит под сомнение спрос на большие экземпляры. Но санкции на зарубежные рыбные деликатесы вполне могут быть в пользу нашей царь-рыбы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хореографический колледж получил влиятельных покровителей, пишет газета. Бурятскому хореографическому колледжу удалось добиться почти невозможного. Его попечительский совет возглавил сам Николай Цискоридзе, которому предстоит теперь постоянно приезжать в Улан-Удэ. А также первая леди Бурятии Нина Наговицына, как выяснилось, мечтавшая стать балериной. Такое сотрудничество может поднять колледж на новый уровень. Так, уже в октябре запланирован приезд в Улан-Удэ именитых балетмейстеров по повышению квалификации местных хореографов. Правда, Бурятия кунула читателя в атмосферу постъядерной романтики, рассказала об улан-удэнских сталкерах, которые исследуют брошенные здания и цеха, котельные, оставленные военные объекты и бомбоубежища. Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих еженедельниках. Евгения Панарина, Алексей Унагаев, Алексей Щербаков. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok